Итак, друзья, что это на графике за такая габалина? Это принятие Ethereum ETF. В принципе, как и на биткоине, у нас огромная волатильность в рамках этого дня. Хотя на биткоине у нас еще биткоин падал так недельку-две, а потом начал расти. Нас это все не интересует, это все как краткосрок, это все для спекулянтов, но мы с вами ходлеры. Поэтому, друзья, устраиваемся поудобнее. Чаечек, кофеечек, яички свои взяли в кулак, взяли такую добротную кружку чаечка и кофеечка. Вот и полетели ближе к делу. Понеслась. Сегодня с вами обсудим рынок альткоинов, наши портфельчики посмотрим, биткоины, эфиры, ниры там, юнисвапы, онда. Посмотрим наши портфельчики, посмотрим, значит, что с нашим проектом The Space. Потихонечку собираем, хоть и не быстро, но время, я-то истинный холдер все это понимаю, время все сделает за нас с вами. Поэтому, друзья, полетели. По поводу эфирчика, волатильность была такая довольно-таки большая, 10% для спекулянта это габелла, потому что средние плечи 20-е. Но нас с вами, ходлеров, это, в принципе, не тревожит. Поэтому будем смотреть с вами в долгосрок. Поехали. Биткоин. Средняя коррекция в рамках биткоина, в рамках этого такого булранчика 23%. В принципе, как и здесь, так и здесь, у нас 23%, средняя коррекция в рамках бычьего рынка, это норма в плане этого цикла. Все, мы откорректировались, многие тут уже шортили, бах-бах-бах, всех повыбревали, на шортах полетели наверх. Друзья, вопрос времени, когда мы все это пробьем. По эфиру, такая же ситуация. У нас эфира, друзья, на секундочку, всего лишь-таки около 13 миллионов монет из 120 миллионов на биржах. Рестейкинг протоколы делают свое дело, стейкинг протоколы делают свое дело, люди стейкают, люди фармят, дефи и т.д. и т.п. И, друзья, все меньше и меньше эфира, все больше и больше спроса. Сумасшедшее расхождение количества предложений и спроса на рынке. Еще и добавился инструмент. Теперь на фондовом рынке будет приток огромного капитала. Друзья, в долгосроке это сумасшедшая цена. Я даже представить себя не могу, что будет через лет так 5 в плане цены эфира. Может быть даже он обгонит биток. Хотя я в принципе в этом сомневаюсь, но такое может быть. Это тоже стоит учитывать. Потому что если у вас нет эфира, то вам габелина. Вот такие дела. По битку сказал, по эфириуму сказал. Шикарная ситуация. Такой был шикарный треугольник. Как можно было его не купить, я просто не понимаю. Пробили его, оттестировали. Раз-раз-раз, откорректировались. Тут многие уже продали. Еще и на принятии эфириум ETF многие зафиксировались, потому что была такая неопределенность. Многие не верили, что это произойдет. Типа так легко приняли. Да нелегко. Мы столько этого ждали. Еще одна победа. Ждем, значит, апрува Солана ETF. Потом Пепе ETF, Доги ETF, Самоеда ETF, Нир ETF. Вообще нам все поводит ETF, потому что это все инструменты, из-за которых большие фонды смогут брать комиссию за то, что они управляют этими активами для их клиентов. Это все деньги, а у нас большой капитал идет туда, где деньги. Потому все логично. Поехали дальше. Онда. Покупали мы его с вами на коне листе, кто купил красавчики, друзья. Кто держит, тоже красавчики. Кто купил с рынка, тоже красавчики. Очень сильно проект выглядит. Жду его на баксов 2, 3, а то и даже 5. Очень сильное накопление. Вот здесь мы с вами простояли. Давайте посмотрим, сколько простояли. Вот в рамках этого роста распределили 63 дня. И уже выходим наверх. Я держу, пока не скидываю. Пока проект дал 30 плюс иксов. Это жесть. 2 кодолларов вложил. 60 кодолларов уже можно в принципе вынимать. Пока халжу, никуда не деваю. Юни. Многие кричали, что все. Вэлс письмо отсек. Конец юни. Не конец юни. Халжу, тоже никуда его не деваю. Вот такое было у нас длинное накопление. Больше, кажется, полутора года мы здесь стояли. Давайте посмотрим. Да. Даже почти 2 года мы здесь стояли. Оттестировали, вернулись и пошли дальше наверх. Я считаю, что с юни будет все хорошо. И они это переживут. Но нападки сек будут на многие проекты. Поэтому можете это ожидать. Дальше. Тонкоин. Давайте Тонкоин посмотрим. Потому что хайп большой. Ноткоин вышел, кстати. Кто не в курсе? Ноткоин залистили. Божечки ты мой. Там просто озолотило многих хомяков. Теперь все начали тапать. И каждый проект теперь будет пытаться как-то свой проект под это сделать. Какую-то таполку. Чтобы всем было хорошо. Но один проект, которого получилось, не гарантирует, что все таполки будут так лететь. Хотя, Ноткоин, думаю, себя еще покажет. Друзья. Тонкоин. Тонкоин. Покупали мы его с вами по доллару. Дал уже 440%. Думаю, что у него большое будущее. И это проект для инвестиций. Поэтому, если вы его купили, халдите, используйте. Но считаю, что им спекулировать это плохая затея. Ноткоин. Вышел. Значит, он на Binance и на многих других биржах. Полетел. Некоторые успели зафиксироваться. И он упал с пиковой отметки, друзья, на 79%. Если брать на сейчас, 87% с пиковой точки. В принципе, нормально для такого проекта, который так сильно раздали всем. Думаю, что его перераспределят. Думаю, что будут у них ресурсы. Они его откупят. И еще запустят хорошенькую ракету. Смогут ли хомяки на этом еще раз заработать? Мы с вами увидим это в будущем. А я в это пока не играю. Дальше. Нир. Очень круто выглядит. У нас здесь был пост в нашем Дискорде от чувака. 5 ноября 2023 года. Что? Давайте, пацаны. Я зафиксил 27% на Нир. А вы покупаете. Тогда Нир стоил примерно 1.20. Он вышел на 1.53. Где-то вот здесь в ноябре. Вот тут. И говорит, вы там сидите. А я продал. А вы покупаете. Он укатается ниже доллара. И вам будет габелина. Но в итоге я написал, что будешь покупать по 5 баксов. Если вы это видели. Вот здесь. Вот. Ну и теперь чувак будет покупать по 8, по 10 долларов. Очевидно. Тут еще много у нас есть разных приколов. Значит, в шорт по Матику и Ниру. И там вот куча всего. Мы здесь все это скриним. Потому вступаем в наш крипт комьюнити. Вот. Развлекаемся. Изучаем хомячую аналитику. Это же эксперт. Они что лучше всего знают. Где нужно было покупать. Где нужно было продавать. Очевидно. Вот здесь нужно было продавать. Да, друзья. Так и нужно было сделать. По Линку. Тоже шикарная ситуация. Накопление было у нас около полутора лет. Даже больше. Не. Полтора годика. Резкий выход вверх. Никому не дали перезайти. Закрепление и накопление уже здесь, друзья. Около полугода. Это много. Думаю, что у Линка есть все шансы переписать свой All Time High в 52 доллара. И сходить так на долларов 70-80. В принципе, без проблем. Посмотрим с вами нашу любимую Соланку. А Соланка, думаю, что держится. Мама, не горюй. Шикарно держится. Вот у нас наша отметка. Где было распределение. Тут мы накопились. Пробили на импульсе. Откорректировались. Тут чья-то лимиточка была. Какой-то крупняк здесь. Очень сильно держал. 200 долларов. Все фиксировали прибыля. Вот тут тоже дофиксировали. Все это выкупили. И мы вот стоим в этом боковом накоплении. Думаю, что как только мы его завершим. Выйдем выше 200. У многих будет FOMO. Будут покупать по 300, по 400, по 500. Мы пока ходлим, стейкаем и не переживаем. В общем, ждем ETF на Соланку. Поехали дальше. Дальше у нас портфельчик наш на бирже OKX. Упал он вот сюда на 440 тысяч долларов. Многие говорят, Кирюха, все, это конец. Это ж столько. Было 675-ка. Стало 440, Кирюха. Пора продавать, потому что останешься без денег. В итоге не прошло буквально 2-3 месяца и портфель опять потихонечку отрастает. Думаю, что до миллиона, до полтора миллиона мы этот портфель с вами дотянем. И вы это увидите на канале. Потому что, чтобы не пропускать, подписываемся на канал и влупим этому видосу такой жирный, добротный, ходлерский лайкос. Хоть я думаю, что многие из вас спекулянты. Что еще? Социальная активность в рамках криптоиндустрии просто в нули не стоит. Друзья, как это странно не звучало, мы стоим на пиках просто по битку. Возле пиков на эфире и на пике салан и других активов, но социальная активность почти нулевая. Почему? Потому что это все такой институциональный цикл и пока ритейл еще не пришел. Ну а ритейл такие дамп мани, глупые деньги подключаются в конце. Хоть многие уже закупились, но я уже сейчас слышу, что приходят люди и спрашивают покупать ли. Потому что фонды уже купили, пора и нам, ритейлу, подключаться и это все покупать. Да, друзья, вам именно сейчас пора покупать. Самые лучшие отметки они сейчас. Покупайте, докупайте, усредняйте, а потом кричите, что вас засадили. Вот такие дела. Саланку по 8 покупать не надо, Нир покупать по доллару не надо, Хелиум покупать по доллару не надо. Ну а по 200 самое то, друзья. Покупаем! Ух, красота! Запрокатимся потом на вот этих, вы сами понимаете, на чем. Поехали к нашим портфельчикам. Ну а портфельчики наши собрали мы с вами недавно. На 9К собрали портфель, значит, из альткоинов. Он уже 9500 тут поставил в накоплении и полетел себе наверх. Ну и портфельчик еще на 9К. Это у нас здесь эфир, линк, биткоин, тон, атом и ворхол. Это такой на долгосрок. Вот, это тоже уже дал 7% прибылей. В принципе, немного, но в средний срок уже какой-то есть и результатик. Хоть некоторые портфельчики у некоторых людей тоже просеяли, потому что, ну, альткоин, альткоины. По поводу доминации биткоина, давайте-ка взглянем. BTC.D. Итак, доминация биткоина. Друзья, 58% нужно бы дотянуть, но если даже и не дотянем, то отсюда стартануть так вниз и полететь в альтсезон было бы хорошо. Хотя я думаю, что еще все только впереди и мы еще с вами увидим эти отметки 58-60% в рамках доминации битка. Мы еще покажем, как только биткоин ускорится и полетит выше своих all-time high значений в 72 тысячи долларов. Поэтому ждем. Рано или поздно это произойдет. Кстати, в твиттере пишу для вас очень много полезного и по поводу эфира, и по поводу битка, поэтому подписываемся. Все ссылочки будут в описании под видосиком. И, кстати, дискорд у нас бесплатный. Дальше, по поводу еще интересного. Наш проект TheSpace добавили в ICO на крипторанке. Уже можно о нем читать, смотреть на раунд. И мы, друзья, для вас добавили очень прикольную штуку. Кому интересно нас поддержать и поучаствовать именно уже в нашем проекте. И мы со временем будем запускать свой токен в рамках своей экосистемы. Почитать о нем можно на данном сайте. Вот здесь есть PitchDeck Venture Studio и PitchDeck Seed Round. Запустили для вас Seed Round. Участвуйте в нем. Очень простой флоу. KYC, MetaMask. Подключились. Инструкция есть вот здесь. Кнопочку нажимаем и инструкцию смотрим. Кому непонятно, что это. Вот. И изучаем нашу экосистему. Кстати, для самых активных наших пользователей вы берете, это все проходите, получаете реферальную ссылку, приглашаете своих друзей, приглашаете своих друзей. И ваши друзья помогают нам это все строить и быстрее закрывать раунд. А вы получите подарки от наших партнеров. Итак, друзья, вот Leaderboard. И вы можете получить очень ценные призы и подарки, которые мы для вас подготовили. Поэтому изучайте вкладку Leaderboard. Что такое Micron, тоже изучайте. Это эти поинты, которые вы можете формить, чтобы и нам была польза, и вам была польза, и наши партнеры, которые в этом всем участвуют. Вот их список. Ссылочку на наш пресейл я оставлю в описании под видео. Участвуйте, помогайте нам это все закрывать. Буду почаще об этом говорить. И буду все больше и больше партнеров анбордить в наш проект и продукт. Мы пытаемся построить экосистему сервисов, которые помогут вам и нам стать крутыми, большими, капитализироваться. И чтобы все это было в одном месте. Чтобы можно было легко стейкать, фармить, трекать свои активы. И в том числе Launchpad. Вы же все любите пресейлы на разные проекты. Поэтому, друзья, поддержим отечественный продукт. Какие же еще проекты поддерживать, как не проект истинного ходлера Кирюхи. Полетели. Друзья, в общем, в принципе, все. Можно еще что-то на рынке посмотреть. Можно посмотреть Матик. Давайте быстренько посмотрим, что там Матик. Наш космос стейкается дальше. Вот ничего пока особо не происходит. Вот тут такую сделочку я для себя подсмотрел. Такой же треугольничек. Жду Матик на 4-5 долларов в легкую. Поэтому его халжу. Ну и давайте посмотрим на, значит, наш космос, который мы с вами стейкаем. Секундочку. Быстренько открою свой кошелечек. У нас здесь еще настейкалось 67 монеток Атома и 3400 СЕРОшки. Давайте зайдем, значит, с вами на дэшборд наш. Сколько стоит уже, кстати? А ну-ка сюда на базу. 205К. Так, и будем с вами все это еще и растейкать. Итак, заберем с вами наши монетки. Так, просто заклеймем пока. Так, забрали Атом. Забрали СЕРОшку. И теперь давайте стейкать дальше. Космос ХАП. Будем стейкать, будем стейкать. Наш валидатор. Это мантра. Давай ей это и застейкаем. 60, 69 стейк. Апру. Так, так, так. Транзакция. Красота. Почти 15К монет. Уже Атома у нас есть. Ну и, друзья, Кронос. Так, на Ол НОДС будем стейкать. Так, стейк. У нас 3439 стейк. Апрув. Все, друзья, застейкали наши монетки. Все у нас сейчас апрувнится. Красота. Все застейкалось. Сидим, ходлим, не переживаем. Как-то так, друзья. Поэтому подписываемся на канал. Всем спасибо за просмотр. За ваши лайки, комментарии и подписки. Огломное спасибо за поддержку нашим инвесторам, которые смогли нас поддержать в наши сложные времена. Еще покажу на Археме у нас облако наших всех инвесторов. Кошелек публичный. Мы на него собираем. Значит, цели для раунда. Вот все наши ребята. Дастпейс, Эрли Адоптерс и Сид Раунд. Вот столько уже у нас уникальных инвесторов в наш проект. Давайте вместе это все развивать. Помогайте. Да еще и получите ценные призы. Кстати, по поводу призов. Если вы думаете, что они тут такие легкие. Нет, друзья. Очень сложно было с такими компаниями запартнериться и все это для вас достать. У нас тут и айфончик, и ROG Phone 8 Pro, и Samsung топовый, и мерчи уникальные от Binance, которые не так легко получить. Вот и Trezor, и от Whitebit призы, от Okix, от разных кошельков. Топовые все кошельки. BitKey Wallet кошелек от Jack Dorsey, который очень тоже сложно получить. В общем, тут очень много всего полезного. Ну и для топ-10 самых таких крутых чуваков, которые приведут своих друзей, и мы быстрее закроем наш раунд, мы еще с вами сделаем очень крутую встречу в Киеве. Лично со мной. Проведем весь день. Пообсуждаем. Кучу всего с вами сделаем. Я это все для вас готовлю. Надеюсь, вам было полезно, прикольно. Кому интересно, поддерживайте наш проект. Ну, а кому не интересно, не поддерживайте. Просто смотрите наш канал. Подписочку оформили. Лайкос за видос. А Эванс пошел писать новый видос. Вот такие, друзья, дела. Всем спасибо за просмотр. За ваши лайки, комментарии, подписки. Я пошел отдыхать. Ходлеры ходлим. Не переживаем. Эфир может корректануться. Главное, что не ректануться. Потому что, ну, хомячкам надо скинуть, чтобы отдать это сильным рукам. Пусть большие дяди повыкупают это, как это было с биткоином. За 50к, я помню, биткоин продавали. 55к биткоин продавали. И 60к биткоин продавали. В итоге биткоин 72к. А и будет выше, я в этом уверен, вопрос времени. Ну, а мы потом увидим, как некоторые наши коллеги по цеху говорят, что выше 70к биткоин не будет. И это цикл обнуления биткоин. Посмотрим, друзья. Посмотрим, кто сильнее. Ходлер или спекулянт. Все. Я пошел пить чаечек. Такая кружка не пропадет. И Эванс тоже с ней не пропадет. Все, друзья. Поддержим наш продукт отечественный. Куда еще инвестировать бабки? А вы же покупаете всякие скамитронские монеты. Не, чтобы Эванса проект поддержать. Ну, вы даете. А если у вас гео недоступно. Гео. Потому что мы публичная компания. Нам как бы нельзя всех принимать в рамках регуляции. То ищите друга, который с разрешенной страны. Пусть он пройдет KVC. Да, и все. Нет проблем. Вот такие дела. Все, друзья. Все сказал. Улетел отдыхать. Луна, жди меня, собака. Не дает попуру эта собака. Самоед у меня. Собака, прикиньте. Говорит, где мой портфель, Эванс? Где мой портфель? Ты ж, блин, купил мне самоедов. Где мои иксы? Купи мне корма. Собака бедная голодает. Пошел кормить. Все. Покедос. До свидос. Завтра будет новый видос. Пока.